всем привет дорогие подписчики трейдеры инвесторы решил записать перед основным видео это видео значит сразу предупреждаю вас то что было а были вопросы с интернетом поэтому были небольшие лаги самом прямом эфире не судите строго надеюсь суть вы уловите поэтому удачного просмотра и так всем привет на связи игорь финдоктор и у нас сегодня в мероприятии прямой эфир сегодня мы поговорим о глазах трейдинга о том как чего начинать для начинок для начинающих для новичков для тех кто уже собственно в сфере трейдинга имели опыт которые те люди которые уже слили не один депозит которые имеют опыт для кого не подойдет сегодняшнее мероприятие она не подойдет для профи трейдеров которые уже знают выработали свою эксклюзивную стратегию также не подойдет это мероприятие для тех кто много всего знают и но мало чего применять и представлю вас вам основного спикера сегодняшнего это роман мани мир вот роман профи трейдер и портфельный инвестор на финансовых рынках если я не ошибаюсь уже десять лет так точно вот роман подключайся начнем мероприятие роман звук у тебя выключен ключи получается так пока роман подключается еще коротко расскажу значит я вместе с романом являемся с учредителями пакетного продукта скальп трейд сейчас слышно перезай вот являемся мы с романом с учредителями пакетного продукта скальп трейд есть у нас открытый чат по данному продукту есть закрытый где мы даем рекомендации а также есть чат но по обучению трейдингу где мы рады делиться нашими знаниями в том числе успешными знаниями так роман а ну пробуру сейчас пробуем да как слышно все хорошо слышно все отлично да с интернетом давайте сегодня ну я создана квартире ремонтом этот что-то с интернетом весело пока слышно видно да да видно если вдруг будет проблема тогда видео будем отключать и тогда будет лучше тянуть хорошо окей так еще раз представляю вам роман money мир опытный профитрейдер и портфельный инвестор так роман передаю тебе эстафетную палочку давайте начнем сейчас сразу демонстрацию попробуй включить и выключу видео чтоб не тяну здесь сразу но давайте либо чат ответишь там видно ли на видно община и так спрятали значит окей да еще бы я хотел начать первую очередь но если мы говорим про работу на финансовых рынках значит по поводу базы азов да то есть вы приходите на финансовый рынок неважно это акции криптовалюты валюты форекс хотя сейчас все глобализированы форекс назвать тяжело потому что на брокере есть все абсолютно все инструменты вы открываете брокерский счет либо на бирже работаете там крипто бирже при том если брать там крипту она практически пока не регулируется поэтому когда мне спрашивают там поводу надежности то на брокер работать надежно чем на любой крипто бирже ну это крипте там 10 лет брокер служил со слава богу больше 40 лет поэтому роман прошу прощения да я сейчас переключил статус организатора у меня звук был выключен и только так смог его включить я просто оставлю сейчас тебе звук включенным а тебе возвращаю права на все да можешь на давай значит так демонстрация поэтому вы приходите нам так роман не слышно да есть вопросы у нас со связью небольшие сейчас попросим еще раз романа переподключиться да да был вопрос да ну теперь тебя слышно пробуем еще раз для видео свое отключил да видно на весь выбивает момент да то есть первое чтобы я в любом случае для любого новичка и обыскал что на любой инструмент который вы хотите взять свой анализ не важно вот новичок вы поняли что на этот актив что-то реально влияет не просто ваше желание там фото график нарисовать а что на него влияет какие-то объемы на какие-то влияет какие-то открытый интерес на него влияет какие-то факторы там сезонные то есть первое что не просто вот видите вот у меня на нас учета trading view просто такая площадка обзор где можно прицепить все инструменты сложить там видно в одном месте на чтобы вы понимали да что на этот актив четко что-то влияет на новый приходит начинает учить сразу там графический анализ какие-то графики и ноты я все тоже покажу там примеру терминал и начинают сразу рисовалкой заниматься годами занимается в итоге качество это все как всегда плохо на плачевно давай я сегодня в роли новичка буду выступать то есть буду задавать вопросы возможно тех нестандартные которые я тебе обычно задают поэтому первое то что вот любой вот приходите на не за валюты вы используете на валюты влияет определенные там игроки крупные которые имеют свои позиции опционы объемы влияют всевозможные там маржинальные зоны вот это влияет на валют сто процентов влияет на вот например сейчас буквально вот даже вот сейчас вин график да там например этот угла это капитализация всех альткоинов да на криптовалюте на что влияет ну вот реально на 100 талбана и видно на него влияет первую очередь объемы из это основа от крипте это объем потому что там опционы мало влияет они пока мало развита ну то есть маленький маленькая часть опционов есть на биткоин на альткоины чисто влияет ну реально объемы на покупку либо на продажу и я бы в крипте и сначала именно объем а не изучал там вот эти умные фразы там красивые там фундамент он конечно влияет но это больше для инвестора для трейдеров важно объемы то есть если вот я вижу там примеру вот этот дневной график видите вот это за целый год примерно год то мы так подуперли ну сейчас идет очень сильная фаза накопления на дневных объемах это говорит о том что либо мы вот тут все накопим это дело и порвем вверх либо реально ну опять пойдем вниз ну я пока это видно накопление ну то есть для новичков чтобы понимали я записывал видео по поводу горизонтальных вертикальных объемов вот слева видите такие да вот эти желтые синие да да то есть вот такие вертикальные объемы из горизонтальные объемы они показывают цену накопления вот например если у нас вот здесь было если помните вот это еще когда было перед хайпом крипты 90 тут было около 100 миллиардов долларов капитализации да и вот мы сейчас вот прям недельном графике вот прям вот вот недельный видно это чем больше график и чем выше объемы в котором упираемся тем сложнее пройти цену на так вот мы сейчас вот если на недельном графике вот находимся фазы либо очень сильного накопления с дальнейшим ростом прям очень сильно либо очень такая глубокая коррекция вот тому чему говорил что первое что обращайте внимание ну зависимость какой актив используете найдите вид анализа который будет на ему влиять вот там волновой анализ то там опционный анализа графический анализ технический анализа потом маржинальные зоны просто анализ объема тот использует там просто там математические видов анализа много если тоже отдельное видео на счет этого вот но вот если на этот актив вы будете изучать инструменты которые это влияет тогда вы быстрее научитесь понимать рынок а если вы будете просто пересказывать мнение блогеров там ютюберов и просто там вот выходить говоришь я так думаю там потому что потому что там образ в крипте то то а золото защитные активы сейчас страну в мире все плохо но это не работа это не работает до трейдинге это не работает поэтому вот это первое что я хотел бы да вот сама такого вроде так не стандартные не начинал не с графика да там не терминала обычно обычно картинки да рисуют на действительно графические моменты ты сразу с объемов начал да все правильно так хотел сказать если у кого-то будут вопросы в чате пишите в конце или в течение урока мы ответим сегодня поэтому если 5 нормально слышно нормально да то есть если этот вот вы поработали там месяц два три полгода этот вид анализа почему-то видите он не отрабатывает ну то есть не отскапывается надо не верхний вниз от ваших там хотя бы приблизительных уровней поддержки сопротивления то наверно анализ и голый ну да значит что-то что-то нужно искать то что действительно влияет и а тут я я из практики там больше там 8 нас лет могу сказать что на цену везде влияет объем и влияет опционы влияет определенные вот так называемое вливание кита крупных игроков на это больше на площадках деривативу вот как цель не дай показать как скубирует и реванью то есть там крупные игроки с большими крупными суммами фиджирует либо ставят ставки там в реальной валюте там доллар и евро они в каких-то там фантиках поэтому это всегда будет влиять и плюс я думаю что кто чуть изучал финансовые рынки конечно это страшно выглядит но дериватива составляет большую часть всего мира как ни странно то есть вы можете посмотреть что там объемы нефти одно а дериватив то есть реально нефть сокота объема а дериватив тут то есть там сделки там на покупку или продажу да на фьючерс там опцион просто космически до моды в триллионах измерять и это так сильно влияет что можно если помните нефть даже в минусовую до минус загнали поэтому деривативы ну к сожалению на данный момент очень сильно влияет на все финансовые рынки вот то есть может быть акция компании за тесла быть с такой-то объем а дериватив там не знаю там на покупку там на колл опцион на путаться но это про акционы просто быть космически да и он может уничтожить до этой акции именно цену стоим цену до акции саму компания может не уничтожено а цену может провалить либо уволить на либо наоборот рост поэтому чтобы все таки из такого более-менее реального вида анализа вот это же мы идем второму дачу вам придется в любом случае придется на каком-то виде анализы остановиться из таких рабочих это опционный анализ но я что это самый самый точный анализа потом это анализ объемов потом это волновой наверно анализ я знаю что многие его используют вот потом если по крипте например я одну я лично сам использую зоны ликвидации показывал да вот на крипто биржах потому что в крипте ну ну как вот крипту анализируется просто график ну да можно по тренду торговать круто но вот именно крипта так как она мало регулируется со временем она тоже будет регулироваться как и на битном нормальных брокерах то ну наверно там где идут ликвидации мелких игроков туда нужно смотреть там где образно имеет другие вот если как доверять информации ну примеру я вот беру из кинфишер на если видео обзоркин спеши на площадку другое дело но точно ли это правда наш есть камера я понял то есть он показывает бинат задают не туда ну я думаю что какие-то моменты может быть но в целом ноты я где-то показывался покажу вот если это площадка до кирс фишер вот даже сейчас загрузил bitcoin и вижу где снизу ликвидации где сверху да ну я спонять пока вниз то есть но я не говорю что сейчас мы там продаем или покупаем я просто веду к тому что вот эти зоны ликвидации для меня это точки покупки либо это магнит цены на куда так же самое если оно должно скорее всего туда сходить правильно ну смотрите если мы говорим про еще раз говорю про саму торговлю про тренинг не нужно гадать куда дойдет нужно 10 когда она туда придет то есть если справа видно мой график я вижу только а то я вижу наши фотографии не не 18 видно 20 вот сейчас видно то есть все видно фотографии нажми на да вот смотри суть в чем что здесь есть и сверху и снизу вот например кто-то по крипте может сугубо взять ликвидации и только изучать эту тему и вообще град и плевать на тренда вот здесь но если мы говорим про точки ухода смотрите вот мы к этому сейчас вернемся что там какой риск на сделку да там какая лотность какой объем деньгах то есть мы выбрали там вида на лица пока мы проведена я считаю зона ликвидации тоже принципе такой вид анализа где можно следить за криптой они там просто графики досмотреть так вот смысл другом что просто тут каскад огромной ликвидности слева намного больше чем справа и они минуты мелки поэтому вероятность суда сходить намного больше чем сюда но для точек кода нужно искать как раз вот здесь снизу покупка а вот в этих зонах продажи ну смысл таком на то есть не заходить участка куда куда пойдет ну то есть да у меня вероятность больше мы пойдем вниз но вопрос точки входа это ж ну вопрос точки входа тут мы и убытки должны учитывать поэтому зона ликвидации на крипте это тоже по сути вид анализ вот не смотреть там на график да там тренд не тренда там вот да у нас сейчас нам восходящий тренд как бы по биткоину это есть но если вы ищете хорошей точки входа и хотите зарабатывать деньги и на покупки на продаже сразу для новичков ну не было такого да я умею шортить знаешь приходится на крипте говорит а вы знаете как шортить рынок трейдинге нет понятия есть шортить и ланговать и это по сути одно ну одинаковые сделки вешал вниз должны быть адекватно но относиться к ним причина и причины продажи одни и те же одетесь да никаких там вот и все ланговали тут рынок пошел вниз и все резко рассказывает как крипте шортить это цирк такой понимаешь да в инвестировании я согласен вот в инвестировании мы должны только росте это так так должно быть экономика растет актив растет акции растут это растет не за там какие-то там товары и теф и растут то есть но рынке как растут так и долго падает цикл и и я уже не один раз об этом говорил чисто как уже так больше фундаментально что для роста ближайших 5-10 лет у нас очень печально только потому что но может быть огромные рецессии и высокие процентные ставки на сейчас на центральных банков в мире при высоких процентных ставках ничего хорошего роста не бывает и даже то что мы сейчас просто крипту влезли что если мы получаем какой-то отскок извините мы упали на 90 процентов если мы скачем на 20 30 процентов это не рост не считается банальный какой-то отскок коррекции да и не более того ну да это более волатильный рынок поэтому поэтому второй момент выбрали рынок выбрали актив и и подыскивайте себе вид анализа я не буду у меня как новичка вопросы тебе скажи пожалуйста какой все-таки рынок выбором выбирать форекс валюта сырье металлы то есть ну что для новичка имеет смысл с чего начинать то есть все и сразу не получится это в любом сути правильно конечно но смотри у нас так сложилось уже просто вижу по клиентам по тенденции до либо клиент крипте он крипто бирже сидит битнанс байбет сидит но когда-то было тикс помнишь завод вот развалилась крипто биржа и все люди потеряли деньги так вот надо только не только думать о торговле особи деньги там но не профукать на поэтому я бы в любом случае ну на данном этапе рынка финанс я обращал сутки с брокерской компанией потому что все таки надежность их это уже десятилетия и регуляция есть в разных континентах на там европа америка да там там снг то есть регуляция брокера намного выше чем любой любой крипто бирж я не беру кайну кайнбэйс там или там это для американца вижу вот поэтому я начал во-первых из брокерской компании во вторых час все так глобализировано что почти ну хороших брокерах есть почти все инструмент другое дело чтобы понятно если вы очень профильно там торгуете в крипте то дешевле в плане комиссии да там слопов спредов конечно будет крипто бежу ну само собой будешь и выбор да там больше получается альткоином да но если вы хотите выбрать вот поизучать хотя бы все финансовые рынки то зачем начинать только скрипты не понимаю как ты бежа откройте брокерский счет только не открывать и где только валюты потому что вот мне говорят это форекс но если я на брокере торгую валюты золото не в крипту ту но разве это только форекс ну да я помню как когда только форекс заходил а если ты открываешь сейчас там какие-то брокерс даже брокерс компании а там только образно говоря как его да да правильно а там только валюты да это можно сказать ну примеру да вот там раба форекс не за там вот форекс фаю там на слуху да там окси трейдом оси маркет ну это честно виде форекс брокера хотя они могут добавлять инструменты да вот поэтому дать из какие-то таких интернациональных площадок начинается бы вы могли знакомиться с многими хотя бы инструментами на а вид анализа в любом случае не нужно делать внутри брокер или внутри крипто биржу он должен делаться на деле платформе там трейдинг юкинс фишер на других площадках то есть анализ делаете где-то в другом месте а сделки уже делайте там где деньги там где ну внутри брокер чисто для сделок для анализа вообще говно практически нигде не он не знание до брокера не вижу где хорошие инструменты плюс но есть момент просто элементарно кнопку нажмешь случайно купить продать вместо анализа и что поэтому но и меня площадке я использую кинс фишер для крипты до семьи групп точка ком это чикагская биржа деривативов опционные фьючерсы на валюты на крипту на индексы индексы на металлы на сельское хозяйство энергия и то есть практически всего по чуть-чуть но на основные все что вы знаете основное вот и трейдинг юка не 6 пользу обязательно трейдинги то есть вот это у меня таких три основных площадки где я их использую для именно анализа инструмента ясно ясно вот это я бы наверно с этого начал они так что я зашел там мувинги рисуем до графики голову запудрили вот так хорошо вот эти головы плечи там двойные вершины там повешены там доджи всякие но типа она вообще надо и ну в твоей стратегии или я думаю мы сейчас не говорим про мы страти мы живем про клиента который хочет научиться торговать я считаю это фуфил полное дерьмо даже не ну даже не изучать я считаю это пройден этап еще с момента телетрейда то есть у меня есть такое элементарное правило все что используют все она не работает и вот вы обратите внимание что везде практически вид анализа на одном и том же уровне флаг плечи там всякие клины и до индикаторы ему магди и рс и мувинг эго рейджа там м а все это не работает это только дает может быть какие-то основания там для там тенденции долгострой там не замулин 200 и скользящие не 200 дневная она такая как мертвый на считается но график сверху внизу показывает долгосрочный тренд да пока вот то есть я бы все 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 вот это все она массово растиражировано терминалах метатрейдеров других терминалах софта на брокеров и бирж если она дается на массу ну наверное она для массы на толпы а проигрывает кстати и вот это главный момент когда вы приходите на рынке должны понимать если кто-то заработал другой попал на деньги почему вы должны именно заработать неужели вы думаете нет таких матерые дядьки которые дадут вам заработать то есть наверно надо так задуматься надо делать это другое выбирать что такое да что не делают хотя бы многие и я вот так слову почему говорю что почему те же правильно грамотно объемы и опционы мало кто хочет изучать сложно да надо зануриваться что это кита куча нюансов момент ну да а как вы думали стоматолог тоже не может прийти на второй день зуба дело может но не но поэтому давай вот плане выбрали рынке выбрали инструменты посмотрели вид анализа брокер счет брокер и пусть даже ну если мы про крипто бюджетов чисто крипто да нету всего другого так может быть демо счет демонстративно открылись боитесь там на реальные деньги да и начинаете работать с малого не надо гнаться вам начинают заливать давай вливать давай бабло у меня супер стратегия да я да то 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 и короче ну я не знаю как можно 2 класса 8 перейти на школе зачем вы должны в первую вы какое-то время будете получать знания в университете люди ходят 5 лет почему люди считаются не знание тут за один месяц мы получим ну я думаю что вам я бы поставил хотя бы полгода изучать знание получили какие-то знания попробовали разные виды анализа у вас начинают и вы начинаете пробовать пусть например на маленькие суммы до либо на виртуальные правильно скажи по поводу виртуального счета сколько на нем можно него ну и ну я бы все-таки реально бы начинал с маленьких сумм на маленький счет а все-таки на реальный мужчина дэва можно там и остаться на всю жизнь я понял то есть нашелся с маленьких сумм но ты уже понимаешь что это реальные деньги да я включаю технология уже я понял да чтобы не было такого шоу вот я угадал ну реально демо скидывает огромный у вас через меня знание какие-то вы через какое-то время полгода у вас и практикую появятся навыки навык что-то делать правильно или неправильно покажет стратегия вид анализа подход инструмент поверьте будет много раз не получаться и сливать будете не один раз это нормально вот есть навыки после навыки что приобретается опыт приходит опыт вы уже такой не я не буду вот это туда-сюда дергаться там вот и значит вот так как у нас такое сегодня занятие да вот мы с тобой говорили по воду с это будет с одной стороны такие база трейдинга и плюс альтернатива обычной ручной торговли которые привыкли все ну практически да все но я для себя ну я для себя но как ни странно не так давно открыл подход все таки торговать не просто вот как я вижу у меня есть стратегия риск-менеджмент четко знаю сколько сделка вот интернет у нас шалим ненормально слышно все хорошо слышно отлично с у нас интернетом не все отлично слышно тебя отлично да да мне пишет вот то смотрите то есть слышно да так вот беда какая есть еще трейдинге ну все знают что есть статистика из 195 процентов сливая и сливая всю жизнь поторговали по два ушли на пять лет вернулись опять поторговали слили это просто аксиома тут я никто не поменяю значит почему потому что это руками нужно дать точку кода потом не успел опоздал это также психология человек просто но поднимает а у него психология он ходит на работу у него другой бизнес а время что тоже деньги не только что график сидели глядей вот поэтому вот одна из альтернатив которые мы будем потом говорите на обучение более детально но на последних уроках это все-таки применение да и трейдера плюс робот для того чтобы полностью сэкономить время научились анализировать рынок робот будет вместо вас выполнять есть да 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 это роман да но не робот в классическом понимании как очень много продвигается я закончил что ты поставил себе на счет робота и будет тебе счастье будет постоянно торговать и приносить те прибыль нет рано или поздно какой-то но робот сливается то есть его нужно контролировать и в данном случае мы ему передаем задачи и он выполняет задачи согласно нашей торговой стратегии даром да 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 рома значит хорошо вот да слышно да да сейчас хорошо давайте что-то реально с интернетом летает не так ну ничего ладно что да сейчас слышно да сейчас уже так задержки у нас с тобой задержки я сейчас наверное видео надо как-то видео выключить демонстрацию имеешь ввиду или видео видео выключено у меня видео выключено а не выключить не именно картинка есть есть выключи выключи видео будет легче так выключить звук остановить видео листу до становления нажимаем о так окей да видно да теперь да да экран видно да как так видно меня или нет тебя не видно 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 экран окей значит значит с анализа определились инструмент хорошо пусть экран нормально так вот вроде бы что-то есть прояснили открыли счет значит и то чем практически все стыкаются это даже трейдинге но многие считают что это неважно это управление капиталом значит то есть если вы пришли торговать то вы пришли не делать две три пять сделок и кричать что я великий гуру да вы пришли делать сотни сделок за год за два за три там него но это даже не десятки сотни сделано по результатам которым вы можете сказать вы умеете торговать или нет вот если вы пришли и три раза угадали а потом два раза слили то это не трейдинг это если у вас есть какой-то да да вот игрок угадай к если бы да вот если вы пришли и начинаете там есть вас пример 1000 долларов пример открыли счет так что опять с интернетом не слышно слышно нормально как пока слышно слышно хорошо да то да то есть в этом примеру даже вот крипту пришли там него на крипто бирже на брокере заходите там и вас куча инструментов там вот пример там тоже bitcoin кроем там вот бейс бежим вот возьмем давайте такой вот байна забина и вы конечно же вы наслухаетесь блогеров это же как без этого да ибо и вам начнут заливать вот с таким плечом и вот здесь делают очень многие ошибку вот я бы абстрагировался понятие плеча там сумма сделал я бы вот в трейдинге для любого человек который начинает бы просто бы считал бы ну вот вот неважно как вы сделку поставить и там на фьючерсы на споте там на брокерском счете на крипто бирже есть такое понятие процентов депозитов я думаю ну все умеют считать да вот банана вот и вот я бы вот примеру вы хотите примеру биткойн продать там сейчас 28300 значит и а вас 1000 долларов чего бы я исходил управление капиталом в трейдинге это говорит о том и только с этого начинается сколько вы потеряете если ваша сделка пойдет не туда не туда то есть мы начинаем с риска уже прибыль у нас нет еще прибыли мы начинаем с риска или управление капиталом и вот я бы изначально четко выскал сколько я готов если вы говорите я там пять процентов готов рисковать в одной сделке сколько у вас сделать чтобы потерять сто процентов денег 20 сделано 20 сделать паузу чтоб я ответил многое лето сделала думаю не немного по результат 20 сделок не ничего не покажет кто вы трейдер интрейд так вот управление капиталом куда бы вы ни пришли на какой валют неважно там лотность начинает рассказывать там объем депозита исходить из того что при вас есть сделка и будет убыток столько процентов депозит вот это легче считать надо вот а как она будет поставлена через какой терминал деньги видно на любой бирже брокере видно как и течет сделка да какой минус поэтому вот я бы с этого придется хорошо скажи пожалуйста на обучение ты сможешь по разным потом группам по разным инструментам вот научить считать процент от депозита потому что правильно же понимаю разные инструменты по-разному считаются я тебе скажу ну мы покажем но по разным считается только знаешь где там где расчет идет нет депозита а в лотностях то есть это по сути в терминале мета трейдер все везде там принципе но везде как ты заходишь ты заходишь bitcoin покупаешь лот нам один лот а ты заходишь 001 ну понятно что ты заходишь на 282 доллара по слову да и у тебя плечо 10 ну то есть мы это ну как бы ты умножаешь на 10 точно сам у тебя риск это делишь на 10 да и у тебя идет ликвидации тут все очень просто на самом деле вот такие сделки на а также в libertex есть если ты в кабинете там делаешь там очень легко считать поставил 50 долларов плечо 10 10 раз больше зарабатываешь точно так же теряешь 50 долларов если цена падает на 10 процентов тут элементарно все и криптоприжах это элементарно поэтому это так знаешь подстегивает людей вот это умничать скинуть какой-то график на как он на фьючерсы заработал 300 процентов он взял там 300 долларов взял десятое плечо о пацана выросла значит и он заработал 300 процентов и все и всем это ретранслируется на какой гуру великий трейдер ну да а сколько попали никто не скажет и никогда да никогда я в чатах не вижу ни в каких минус сколько везде постоянно ну так это нормально хочется только плюс и поэтому новички ну это не поменяется думаю сильно но новички они все равно будут вестись вот на эту вещь то есть они приходят и сразу у них там 500 долларов и они хотят сразу 500 долларов сделали да там за неделю бывает это везет но в итоге месяц два полгода максим слив минус 100 процентов 3 да то есть если вы ну почитаетесь там даже wall street journal я помню давал чётку здесь трейдинг это третье по психологической нагрузки профессии в мире вот так поэтому но это если чем хорош трейдинг он он может стабильно долго приносить вам хороший причем не в зависимости от того где находится какая космическая ситуация да да то есть неважно где вы если такой рынок падающий или растущий то есть вам все равно если вы умеете правильно интерпретировать управлять уход управлять капиталом и ваши сделать больше плюс и минус то вы будете ну плюсах плюс это со временем может перерасти чуть ли ну не выжил пассивный доход стабильно условно пассивный доход хобби которая приносит пассивный доход вот это управление капиталом бы я бы занялся бы даже на маленьких суммах сожалению на маленькие суммы это никто не делает потому что все хотят сделать сразу плюс 100 плюс 200 процентов да кто-то конечно угадал кто-то не зашел на какой-то там блин поймал там 200 процентов в акциях это когда фондовый рынок рос и когда я пиво было ну вот прям вот это еще не год назад был на ходу на бум был да кто-то за может зайти в видео один раз поймать и кричать что я великий посмотрите да вот но мне это больше я соотношу это как лотерею отходишь каждый день до покупаешь билетик потом поднял и за там миллион а потом берешь свою ну статистику ты уже 5 миллионов потратил на билетики вот это что-то вот на это смаху есть если вам повезет вы счастливчик есть такие конечно есть а но мы с ней говорим сейчас про повезет ну да даже если повезет потом все равно нужно этим капиталом опять управлять а если ты не научился тебе повезло то потом тоже сколько сколько людей которые там подняли на крипте еще 2018 и на хайпе и сейчас они все без денег ну да и это вот поэтому стыдия я рассматриваю трейдинг больше как стабильно стабильный доход там плюс условно каждый месяц каждый квартал каждый год они для того чтобы поднять сам прям сразу котлету так и говорится если вам это интересно вот вас есть работа вас есть бизнес какой-то вы хотите дополнительный доход либо хотите пассивный доход то надо искать именно вот в таком профессиональном русле возможность зарабатывать а не просто вот сейчас где-то там золото x2 сделали к это крипто x5 и вы такой так попробуйте ну пока вы словите x5 вы минус 100 получите ну да рома мы 45 минут в эфире уже вот что какие темы мы еще хотели обсудить чтобы понимать ну то есть по регламенту у нас сегодня было так мы хотя бы какой-то мы сейчас ничего не рисуем далее какие-то вот начальные фазы да нужно счет больше стратегическая да 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 нужен вид анализа нужно начать управлять капиталом значит нужно учиться на маленьких суммах на маленьких суммах да если вы самостоятельно торгуете не нужно думать что вы лучше других со временем может быть станет нужно искать формы трейдинга который больше автоматизации что это будущее я даже сам максимально стараюсь максимально автоматизирует свою торговлю я это время отдыхал а за меня работал автоматическая система это это то что не могут практически по многим похвастаться дает рома даме такое что-то не так что вот эта кнопка бабло а так чтобы я анализировал рынок или там мои рекомендации брал но хотя время хочу станка анализирует научиться еще как-то это автоматизировать она мне будет давать доход это вообще бомба что именно такой вид трейдинга он мне кажется будет заменять это тот трейдинг ты сидишь и ждешь где твоя точка ухода вот и в итоге мы к чему еще я бы завершил бы что если у вас есть больше денег которые вы хотите зарабатывать ищите готовые продукты которые у нас тоже есть где уже опытные люди занимаются у них какая-то настройка систему управление капиталом какой четкая стратегия четкие инструменты чтобы вы на на будь ну на основной сумме денег зарабатывали деньги они умничали чтобы заработать вы их потеряли а параллельно учить часть мелкими суммами со временем мы в это время вы не будете не срать бабки а будете зарабатывать да с помощью других постепенно перейти и использовать уже деньги самостоятельно вот я считаю что это практически мало кто хочет делать все хотят сразу угробить свои бабки осознанно или неосознанно но тем не менее да да по готовым продуктам я хотел сказать что если вы их выбираете то в идеале чтобы была статистика причем статистика в открытом доступе чтобы вы не покупали и не приобретали себе кота в мешке но это очень важно и таких продуктов поверьте очень мало которые дают реально статистику хорошую и за которыми есть история но это по по поводу именно зрения и диза я добавлю шоу о крипте статистику мало таких мониторингов которые те могут дать кризисную да там к сожалению пока еще либо специально они не хотят это да все дело вот чтобы это хайда был ну вот ты правильно говоришь у готова продуктов мало потому что все хотят просто за короткий период урвать плюс 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 потом слив на все потеряно вот и воспоминания поэтому я я когда-то у меня была такая фраза что надо жить результатами они воспоминаниями и вот ты из года в год я вижу вот у недовольных там либо клиента недовольных людей которые у которых через них все но проходит деньги на через все что они живут воспоминаниями что я вот крипте а я вот там а я в проекте там я я я я я но человека денег нет капитала нет пассивного дохода нет и он постоянно какой-то ищет проект постоянно ищет ищет и вот и как по мне это ответ на дно на его вопрос еще плюс он что-то сам предлагает у каждого второго таксиста был бизнес да и вот ну не знаю ты просто постоянно одна и та же самая тема что вот там кто-то где-то ну про себя никто не хочет на вида все рассказывают про одного из миллиона которые там или не владелец это платформе рубит просто на друга если классный трейдер есть инвестор да вот но очень хотелось бы чтобы вы каждый из вас научили сами выбрали правильный путь выбрали правильное управление капиталом постепенно шли до профессии настроили себе сначала там пассивный доход за счет других ну других управленцев других продуктов потом начали как-то полу активно полу пассивно самостоятельно а только уже потом когда вы реально станете там вообще круче всех начнете еще зарабатывать самостоятельно даже поверьте даже тогда когда будет зарабатывать вы захочете еще куда-то инвестировать поверьте ну чисто чтобы ну не от себя только зависит а вот поэтому вот вот наверное вот это я думаю для этого урока нам хватает вполне вполне до поверхностно чтобы вы просто но не делали одну и ту же самую ошибку которые вижу вот приходят ссылается на кого-то левого на кота крутого ну там на тачках ездит ну что ну слава богу ну вам это чем поможет что он там да такой крутой маркетинг красивую там булочку да там мы не будем говорить да где он взял деньги тогда вам это чем поможет ничем да вот поэтому мою посыл чтобы учиться 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 на небольших суммах использовать хорошую сумму если они у вас есть только какие-то проверенные на готовых инструментах потом общаться с людьми которые реально живут рынком они сбоку торнодито фыркают вот и постепенно да вот наращивая вот самостоятельную торговлю и хороших продуктов вы будете довольны и ваш капитал будет расти да и и самое что сейчас мне кажется такое время то что вот этот пассивный полу пассивный доход очень важно прям ну ты знаешь что с работы много беда особенно для тех у кого возможность в географическое перемещение постоянно то есть это это очень важно трейдинг по факту да это либо пока либо либо телефон даже с телефона можно там конечно мы не особо не проанализируем графики но в конце апреля да мы будем начнем более такой программы да вот то что мы сегодня рассказали мы будем как-то расшифровывать структурируем и расшифровываемся пошагово да то есть вот-вот но от азов до уже более глубокого то есть от новичка к профитрейдеру так наверное это будет хорошо завершается да 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 вопросы я думаю если у кого-то возникнут то пишите либо в чат и либо по нашим личным контактам если вы смотрите это видео то под видео можете тоже в комментариях писать а также я думаю мы прикрепим потом google таблицу да не google таблица google форму для тех кто захочет идти вместе с нами то есть на конец апреля на обучение вот оставляйте ваши заявки на финансовом вершина вместе с вами был игорь пин доктор и роман манимир успехов пока всем пока